Приветствую вас, начать свой ответ я бы хотел с некого такого вот встречного вопроса вам нравится ли вам то, что мужчина стала более требовательной? Как вы сами относитесь к изменению его поведения? Как вы сами воспринимаете изменения в его позиции, изменения в его отношении к вам? Нравится ли оно вам или нет? Знаете, если требовательность понимать как некую эмоцию, то мужчина требовательный к вам потому что неравнодушен. Если вот понимать эмоцию, как в данном случае проявление какой-то реакции, ну какой-то реакции именно на вас. Вот. Но, вопрос в том, хотите ли вы сами для себя этого или нет? Потому что, если, например, вы считаете, что люди в отношениях должны быть, скажем, более демократическими, да, более свободными, например, и прочее, то, безусловно, тогда вам эта вся ситуация не нравится, безусловно, тогда вы будете считать и полагать, значит, что вы этого не хотите. Если так, то вне зависимости от того, значит, почему мужчина ведет себя именно так, а не как-то иначе, вне зависимости от этого, по сути дела, вы все равно будете страдать, вы все равно будете себя как-то зажимать и так далее, и так далее, и так далее. То есть определите на себя, на начало, вне зависимости от того, почему мужчина требовательный. Вам это нравится или нет? Если нравится, то какая разница тогда, почему он стал требовательным? Если нравится, то принимайте это, принимайте то, что, ну, то, что он стал таким. Радуйтесь тому, что он стал таким, так он проявляет к вам свою симпатию, свое отношение и так далее. Если нет, если не нравится, то вы считаете, что такое поведение неприемлемо для вас, если вы сам-сами знаете, что такое поведение для вас неприемлемо, позвольте себе тогда сказать, что вам это неприятно, что вам это не нравится. Понимаете? То есть, сперва вот постарайтесь выделить свое отношение к этому. И от этого все нужно будет опирать в дальнейшем. Далее, значит, вы спрашиваете, почему мужчина стал более требовательным после признания в любви. И я могу здесь сказать только то, что у мужчины есть определенный образ отношения. То есть, вот он пристался вам в любви. Он как бы выразил вам свои чувства. Он сделал шаг вам навстречу. Теперь он считает, что вы должны делать то же самое. Теперь он считает, что вы должны поступать так же. То есть, вне зависимости от того, что мужчина движет, вне зависимости от этого, можно совершенно определенно сказать, что он хочет, чтобы его образ отношений, вот как он их воспринимает, да, соответствует тому, что происходит в реальной жизни. Понимаете? Вот такая, в принципе, ситуация. Такое вот положение, такая мотивация у мужчины. Что это за мотивация конкретно? Какая это мотивация конкретно? Ну, мы, к сожалению, не знаем. Потому что, опять же, опять же, опять же, опять же, это могут быть разные мотивации. Это может быть неуверенность в себе, например, у мужчины. Это может быть, там, страх вас потерять. Это может быть, значит, проектирование своего негативного опыта на вас, например. И так далее. То есть, может быть, очень много, очень много, на самом-то деле, всего в поведении мужчины. И понять это все, понять это все, особенно причем того, что человек, может быть, даже сам не знает вообще, что он движет. Останавливается задачей достаточно сложно. И вы сами, зная этого человека, сможете с большей уверенностью и куда более правдиво сказать, почему он так поступает. Потому что, ну вот, вам, например, здесь коллега сказал, да, что, значит, мужчина хочет вас, там, подчинить, мужчина хочет, там, значит, вас, чтобы, ну, чтобы вы действовали по его указке, чтобы вы только слушали его и все. Может быть такое. Может быть такое. Может быть такое. А может быть что-то другое. Но на самом деле это все не имеет отношение, если вы четко понимаете, нравится ли вам то, что мужчина, мужчина требователен или нет. Вот это на самом деле куда более важный момент. Потому что если не нравится, то ваши отношения стоит как минимум пересмотреть. Опять же, вот вы здесь такую, на мой взгляд, очень интересную вещь сказали, что мужчина, вот, мол, в любви мне признался, вот, но мы с ним еще не в отношениях. Вы знаете, это вот позиция такая, ну, на мой взгляд, она очень опасная, потому что вы не признаете, по сути дела, того факта, что вы уже в отношениях с мужчиной. Понимаете, в тот момент, когда он вам признался в любви, а скорее всего еще до этого, вы уже с ним в отношениях находились. Только ваши представления о отношениях одни, а его представления об отношениях на все другие. И правда заключается в том, что он действует, исходя из своих представлений об отношениях, а вы действуете, исходя из своих представлений об отношениях. И вот по моему мнению, по моему мнению, основная проблема заключается именно в этом. В том, что каждый из вас действует в своих рамках, то есть не прислушиваться к другому. Мужчина, признавшись вам в любви, начал считать, что вы ему что-то должны. Мужчина, признавшись вам в любви, начал считать, что вы чуть-чуть не обязаны ему, ну, чем-то, да. То есть здесь можно многие моменты выделить, говоря о том, чем вы можете ему быть обязаны, но суд в том. А вы, по сути дела, говорите, что вы не в отношениях, хотя в действительности вы уже в отношениях. То есть нельзя быть не в отношениях с человеком, но при этом он вам признается в любви. То есть какие-то отношения все-таки есть. Другое дело, что вы, может быть, этого для себя не признаете. Другое дело, что, может быть, вы этого как-то вот избегаете, вам это неприятно, может быть. Это да. Но будет лучше, опять же, если вы, будет лучше, если вы для себя вот как можно быстрее, как можно быстрее, примите тот факт, что отношения у вас уже есть. То есть какие-то у вас развиваются очень стремительно. И судя по тому, что я видел, они развиваются не совсем так, как вы бы этого хотели. И вот об этом я и рекомендую вам подумать. Когда все это вы для себя решите, там вы можете задать вопрос мужчине, почему ты от меня требуешь, для чего ты от меня требуешь, чего ты хочешь от меня. И послушайте в ответ, что он вам скажет. А потом соотнести это с тем, что есть у вас. И решить для себя, приемлемо для вас это или нет. И вот все решится само собой. А гадать и говорить о том, почему мужчина может поступать так, может поступать иначе, может поступать как-то еще, это можно очень долго. И в итоге ни к чему просто-напросто мы не придем. А это, сами я надеюсь, вы понимаете, не то, чего бы хотел любой уважающий себя специалист. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.